Доброе утро! Доброе утро всем! Это Беларусь, Гомель. На термометре у нас 23 градуса, но если ты идёшь под солнцем, и солнце тебе печёт в плечи, аж болят плечи от такого пякучего солнца. Вот такая сегодня погода. А сейчас только 10 часов утра. 10 часов утра. Мой улов вчерашний подсыхает. Так, девочки, побыла я в магазине. Не ставьте сумку на стол, но можно я сумку на плиту уже хоть поставлю, а? Побыла я сегодня в секунде, ничего не купила. Ну, там ничего такого сегодня и не было. И что хочу сказать? Что хочу сказать? Сейчас. О, хоть не упадёт так. Побыла в секунде, ничего не купила и пришла домой. И потратила час. Зашла в спартаковский магазин, опять купила себе 100 граммов лодских. Маман купила карамелек, крабовых шеек этих, или как их, раковые шейки. И карамельки такие вот, кругленькие, леденцы. Себе купила в соседях зефир в шоколаде. Как же без него? Без него же никак нельзя, девочки. Язык вылазит на орбиту, так хочется сладкого. Маман нельзя, ни шоколада, ничего. Купила просто вафли апельсиновые. Они кисленькие, она их с чаем с удовольствием попьёт. И они уже отсыревшие, потому что не щёлкают. Так, купила домой чай Гринфельд. Покупаю точно только такой с оранжевым рисунком, потому что везде добавляется бергамот, а я чай ни с какими добавками не пью. Я пью просто чёрный байховый чай. Купила яйца. Яйца купила, но проверяла, в магазине открывала. Они гады подлаживают, они битые, они треснутые. Они, сейчас скажут, сказали гады. Ну да, продавцы, я знаю, что они делают. Они в каждую коробку подкладывают битое яйцо. Человек взял и пошёл. Я всё знаю, девочки. У меня дочка работала в Нерсаме-Сельмашевске, она мне всю эту хитрость рассказывала. Так, сахара килограмм. Так, купила соды. Соды купила, но газировки не купила. Везде в интернете пишут сода и газировка, и столетний нагар уходит со сковородок, из кастрюли. Не знаю. Я даже ещё не пробовала средство, которое я купила, как он называется, такое, едкое. Ну вот, купила соды. Так, потом купила... В нашем соседях вчера весь творог разобрали. Не знаю, какая-то на творог напасть. Купила вот такой вот, но я его никогда не брала в таком вот мешочке, в пакетике. Саушкин продукт девятипроцентный. За хорошим творогом надо было идти дальше, в универмаг или на Рогачевскую. Я купила вот такой. Купила три луковицы себе, четыре луковицы, больше не надо мне. Купила в соседях мыло. Два девяносто, тут четыре кусочка. Раз, два, три, четыре. Четыре кусочка жасмин. Я не люблю сладкий запах. Крем мыло, туалет на жасмин. Ну, взяла, потому что дёшево. За четыре кусочка два девяносто вроде были, два восемьдесят семь. Вот. Купила ещё два, четыре или три. Четыре уценённых банана. Уценочка. Копалась, копалась, выбирала крепенькие. И купила три уценённых яблока. Они белорусские. Вот. Больше не было. Видать, люди выбрали уже. И поэтому вот так вот. Всё. Вот это все мои покупочки. Мои дорогие, мои хорошие зрители, мои подписчики. Так, девчоночки, заварила я себе чай. Чай заварила. Ещё не сластила. Надо ложку сахара. Я заточила два банана. И поэтому я так думаю, что после двух бананов разогревать макароны, что-то ещё, это не катит. Так, пропали ножницы. Украли ножницы. Думаю, это не катит. И поэтому я решила попить чай с творожком. И вчера, позавчера, или дня три назад, пекла вот такой вот себе пирог с изюмом. На кефире тесто. Да что-то он у меня не пошёл. Я и соду добавляла, и он такой вот приплюснутый. Он вкусный, но он приплюснутый, и его трудно жевать. Вот надо доесть два последних куска. Ну и сегодняшний творожок. Сейчас открою ножничками маленькими, потому что кухонные ножницы кто-то у меня украл. Их нету на месте. Они всегда стоят в стоячке, где ложечки. Ну вот нету, девочки, кто-то украл. Я вам ещё не показываюсь, потому что я... А вы что? Я бяка. Я, девочки, бяка. Вот, сейчас ложку творога в рот, пирог, запью чаем. Никогда я такой творог не брала рассыпчатый в пакетике. Саушкин продукт. Можно было его, конечно, полить сметанкой, а может и полить. А? Чтобы он был такой липучий во рту. Польём. Сметана 20% гротно-молочный мир. Польём. Ну, где же мои ножницы кухонные? Ой, жидкая сметана. Ещё называется 20%. Кошмар! Так. А я сластила чай. Вы не скажите. Я уже не помню. Мне моя одна зрительница, зовут её Елизавета, сбросила, сбросила такую бабулечку. Бабулечку. Она вся без зубов, шемкает, мемкает. Так я сейчас сидела, её смотрела. Ну, у неё ролики коротенькие. Она в ТикТоке. Вот. Так что как-то вот так. Посуды. Целая раковина грязная у меня, девочки. Целая раковина грязной посуды. Сейчас перекушу и буду мыть посуду, варить компот, потому что вчерашние сливы, они невкусные. С груши слив сварю компот. Всё. И поэтому... И хочу стушить ещё капусты. Но это как получится. Считаем. Помыть посуду раз. Сварить компот два. Стушить капусту три. И простернуть кое-что там, маманы, и моё четыре. Четыре дела мне надо сделать. Четыре дела, девчонки. А вы там сидите, только на кнопке жмёте. Только на кнопке жмёте. Других проблем у вас нету. А мне вон я сколько насчитала. Так, девчонки, мальчишки, докладываю. Время без пятнадцати час. Компот я сварила. Сливы и груши. И яблоко одно. Капуста моя тушится. Слышите, как бурдолит? Под низом лук, морковка, кусочек свинины, и куриная спинка, разделённая на два раза. Потом здесь капуста, рис отварной, рис отварной. Что ещё? Перчик, чеснок, томат. В общем, всё, что есть у меня, всё я сюда напёрла. И оно бурдолит. Мусорная ведра я не имею. Не развожу я ни тараканов, ни мух. Вот в целлофановом мешочке мусор. Сейчас пойду выбрасывать. И поэтому у меня мусорного ведра нет. У меня мусор всегда стоит на раковине, в пакетике. Куда иду, я сразу его выбрасываю. Сейчас пойду мусор выбрасывать специально. Вот так вот у меня как-то. Бурдолит моя капусточка. Всё, пошла я выносить мусор. Вся, девочки, в работе, вся. Идёт уже полоскание. И маман-свитер сейчас прополоскаю и на улицу развешу. До 17.00 он должен высохнуть. Должен. Пусть только попробует не высохнуть. Вот, и повешу на улицу. А время у нас вот столько. 5 минут второго. А погода у нас вот такая, с ветерком. С ветерком, девочки. Ветер сильный. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Где же тут будет у нас хорошее здоровье? Когда на крыше вот стоит антенна университета. Это на крыше университета. А вторая такая антенна стоит за домом на крыше поликлиники. Рука дрожит левая, не могу. Как с перепоя. Пустынный двор. Хоть ты голому иди, никто и не увидит тебя. Добрый вечер. Добрый вечер всем моим зрителям, всем моим подписчикам. Добрый вечер мальчикам. Добрый вечер девочкам. Напишите, пожалуйста, как правильно называется этот цвет. Можно ли его на зиму оставлять в вазочке в засохшем виде. И вообще, что это за цвет, для чего он предназначен. В мое детство все время этот цветок назывался зимний цвет. Мамка все время говорила зимний цвет. Она обрывала всегда листики. И вот такую вот веточку у нас всегда всю зиму стояла в вазочке. Такая веточка. Ну вот, насрывала я. Сейчас обдеру листья и будет зимний цвет. И здесь повешу на кухне, освежу и домой заберу. Напишите, пожалуйста, что это такое и с чем его едят. Сегодня я подобрала 15 орехов. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 орехов. Сегодня я ходила без вас. С вас толку никакого. Только ходите следом за мной. А за орехами вы не наклоняетесь. Вам понятно? Только со мной ходите. А за орехами вы не наклоняетесь. Девочки, их в этом году нету. Вот в том году все дерево было усеяно. В этом году их нету. Сегодня тушила капусту. Сколько зарекаюсь ее тушить. Ну вот, понимаете, вот перец в холодильнике валяется. Два помидора уже никому не нужных. Ну, морковка есть, лук, капуста. Почему не стушить? Девочки, ну вот ем тушеную капусту, и она напоминает обычный борщ. Борщ без юшки. Вот если бы из борща слить юшку и есть одну гущу, это то же самое. Напишите мне, пожалуйста, может вы как-то тушите по-другому капусту. Может надо было тушить капусту без томата. Как тушат в больнице? Вот в больнице дадут беленькую капусточку. Она такая вкусная. Она без томата. Но в больнице ж тушат на воде. Там вообще вода, голая капуста и вода. А я сегодня и сальца порезала, и спинку куриную добавила. И вот я съела без всякого аппетита. Вот, ну настоящий борщ, а не тушеная капуста. Вкус борща. Может мне не нужно ложить томата? Напишите, как тушите вы капусту, если вы ее тушите. А вообще вот я сколько зарекалась, что тушить капусту больше не буду. Но однако, как бы это такое интересное блюдо. Даже для меня интересно. Крошишь все, крошишь, крошишь. Оно все тушится. И морковка, и лук, и чеснок, и перец. И капуста, и томаты, и мяско добавишь. Ну, вот поела перед выходом. Поела через силу. Охоты нету никакой на тушеную капусту. Теперь завтра надо купить хлеба. Я хлеб в основном не покупаю. Но тушеная капуста без хлеба не пойдет. Теперь мне завтра надо купить хлеба, чтобы есть тушеную капусту с хлебом. Ее же надо поесть. Целая сковородка. Не знаю, у меня что-то к этой тушеной капусте такое вот отношение. Никакое. Сейчас уже потемнеет. Восьмой час. Накормлю маман картошкой. Опять. А вот докушает она уху. Докушает огурчик. И все. И день закончился. Еще минус один день. В моей жизни. Как-то вот так. За орехами больше не пойду. Тихо. Главное нет ворон. Когда вороны сидят на дереве, они за них бьются. Такое идет карканье. И орехи падают. Они, наверное, бьются за эти орехи. Но пока потока ворон нет. А сами по себе орехи не падают. Еще рановато. Сегодня никуда не ходила. Пробыла дома. С этим секундом теряешь только целых полтора часа. Сегодня пошла в этот секунд. Походила. Ничего мне там не надо особо. Да и такого нету, чтобы что-то упало на глаз. И поэтому только и теряешь время. Час-полтора на этот секунд. Да в час не входишь. Полтора-два. Сегодня так хорошо менты запускали молодежь. Этих пацанов выстроили гуськом опять. И они же лезут. Они даже на ментов лезут. А мент сегодня сказал. Ну, проходили пока мы, женщины. А он им сказал, не дай бог, кто-то на мои берцы наступит. Но я уже не слышала, что потом. Но он им пригрозил. Девочки, какие наглые пацаны. Сегодня в одной женщине с рук майку выхватили. Какую-то. Увидели фирму. Они же смотрят на фирмы. Это я смотрю. Вот мы, женщины, смотрим. Мы не фирму смотрим. Мы смотрим, что на нас налезет. А они именно фирмы. В одной женщине сегодня майку выхватили. И вообще на них женщины, бабы ругаются. Потому что они их бегают, маты кроют. Вот вы меня осудили, что я сказала на пацанов. Вот такое вот говно. Я же не сказала, что они говно. А я имела в виду говно. Малые. Говно малое. Даже иногда на своего ребенка скажешь. Ах, что ты говно малое. Ты еще будешь капризничать. Вот так вот. И поэтому я так и сказала. Но если бы вы видели, что сегодня несли люди на этих пацанов, у вас бы уши завяли. Я сразу про вас вспомнила. Если бы я пошла в секонд с телефоном, я бы включила. Вы бы все это послушали хотя бы. Но в секонде играет музыка. Девочки, музыка играет, заблокируют. Это же называется авторские права. Нельзя, чтобы музыка где-то была слышна. А вы за этих пацанов заступаетесь. Вот пусть зарабатывают на мусорке. Догонять их надо дрыном. Ну, мне понравилось, как мент сегодня сказал. Не дай бог кто-то на моей берце наступит. Но я в этот момент быстренько шмыхаю в магазин с потоком женщин. Ну, как-то вот так. Ну, ладненько. На этом, наверное, на сегодня влог закончен. Вот такой вот, а бы какой. Напишите мне, как вы тушите капусту. И напишите мне, что это за цветы. Как они называются. Можно ли, чтобы они стояли в вазочке. Пока. Я когда выхожу за калитку, у меня берет тоска. Вот буду ходить по двору. Буду сидеть у хати. Нормально. А если я выхожу вот за калитку, тут свобода. А на мне надеты кандалы. И поэтому мне берет тоска. И поэтому мне выходить за калитку вредно. Знаете, вечером сама по себе берет тоска. Вечером. А тут еще в заперти сидишь. Орехов нету, девочки. Пойдем посмотрим последний раз. Да сейчас уже темнеть будет. Видите, тихо. Ну и дерево пустое. Пустое, девочки, дерево. В этом году орех отдыхает. Нету ничего. Потому что я только побыла полчаса назад. Ой, они же понимаете как. Их плохо. Они не вынимаются ядра. И поэтому они такие вот. Их надо ножичком доставать, выколупывать. Наверное, хороший сорт ореха. Он хорошо и достается. Тихо. Никого нет. Ни ворон, ни ветра. Плясаднички никого нет. Ничего нет. 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 Сейчас пойду маман картошки чистить. Потолку ей толчоночки. Нету, девочки, ни одного ореха, потому что я только прошла. Ой, какая тут свобода. Даже трубку поднимать не буду. Климовичи, Могилевская область звонит. Климовичи, Могилевская область. Даже не буду поднимать. Зачем? Ведь ясно написано из города Гомеля Климовичи, Могилевская область. О чем люди вот думают? Нет слов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова